Всем здравствуйте! Сегодня я побыстренько расскажу по поводу своей дочери. Как я уже говорила, она проверила зрение военно-медицинской академии, все у нее хорошо. Воспаление глазного нерва не подтвердилось, слава Богу. Но при МРТ обнаружилась опять киста, то есть мы уже года 2 или 3, я уже забыла, когда точно, врать не буду, удалили кисту, наверное, 2 года назад. Удалили кисту, ну там еще были 2 операции по исправлению, у нее искривлена была перегородка, перегородки, перегородка, вот, и, соответственно, кисту удалили. Что-то там еще было сделано, сейчас уже не помню, брать не буду. Вот, так же делали военно-медицинской академии, все замечательно, все шикарно. Вот, и замечательный персонал нам делала моя дочь, дочь очень маленький, маленький носик, такая кнопочка, а не в маму, у меня такая, арбакайты, вот, и в папу, папа у нас маленький носик. Вот, и, ладно, как бы, ну я просто к тому, что, так, Зуля, лор-врач, который нас оперировал, вообще был замечательным, то есть и трепет на такое отношение, и все, и до операции, и после операции. И вообще, знаете, меня поразило одно, то, что я сначала думала, что она у меня лежит в платной палате, а она это, она единственная была, которая вот, да, за операцию мы заплатили. Вот, и остальные лежали там, кто по квоте, кто у кого-то там родственники военные, все родственники военные, то бесплатно. И операция, и обследование, как я поняла, военно-медицинская академия. Так вот, все, господи, я все вот это слово повторяю, эти слова так вот, все, постараюсь не применять слова-паразиты. А, так хочется. Связать. Так. И она, когда, и я так была поражена, когда там все сказали, что нет, почему? Почему я подумала, что платная палата? Ну, то, что, ладно, там палата, во-первых, палата большая была, всего 4 человека, палата действительно большая. То есть, хорошая палата, все там чистенько и хорошо. И новое постельное белье без пятен, без всего, и проглажено такое еще, не знаете, просто, вот эти только не на крахмалине. Но вообще все хорошо. Вот. Меня еще поразило, что медсестры, то есть, я вот, я каждый день к дочери ездила, я, и сколько у нее там сидишь, ну, час, там, полтора сидишь у нее. И вот за это время, этим медсестра, там, я не знаю, по сто раз, то одну капельницу поставить, то другой даст градусник, кто подойдет, спросит, не надо ли обезболивающие. Так как моя дочь отказывалась от уколов, от безболивающих, она уколов боится. И поэтому, как бы, ну, говорит, ну, как, ты терпишь или лучше все-таки давайте укупимся? Она говорит, нет, не надо, я лучше потерплю. Ну, давали ей таблеточки. Ну, конечно, таблетки никакого укола не действуют так. Вот, так вот, опять, извините, наверное, с собой работаю. И она, и вот именно вот такое отношение, что медсестра приходила очень часто, не потому что я там была, сидела, а, как моя дочь говорила, что действительно они там часто приходят, то одно, то другое, то проверяют, не поднялась и температура там после операции или вообще в течение дня там как-то проверяют это все. Врачи доступные, не надо их искать, где мой врач. То есть, если его мне на месте медсестра скажет, он пошел туда-то, придет через столько-то времени. Если ты ждешь, потом уже не надо ждать врача, она его предупредит, и он придет сам в палату. То есть, даже так вот, такой сервис. То есть, я была очень поражена, так неоднократно была в других больницах, там с вами родственники ездила, это день и ночь. То есть, военная медицинская академия, это военная медицинская академия. И они там за места свои держатся, это просто супер. Так вот, как я подразумеваю, киста у него опять появилась на фоне вот этого ослабления организма, иммунитета. То, что вот у него был степотокок, тогда обнаружил, мы его лечили, все вот это. И думали, почему так долго не лечиться. И куда-то он ударил, а оказывается, вот он все, вот выросла опять эта киста. Дочь у меня понедельник собирается идти к лору, вот она записана. Бесплатно. У нас лор нормальный, то есть к ней можно идти, соответственно. Она нам тогда тоже сказала удалять кисту, надо обязательно. А в больнице, куда мы пришли, в бесплатную, в обычную. И нам, значит, хирург лор, лор-хирург, сказал, что не надо, не надо удалять. Ничего не сказал про искровление, ничего не сказал про искровление перегородки. И вот сейчас у нее, как я так понимаю, кисты, они склонны, паразиты, такие опять появляться. Киста обычная, не ложная, оказывается, есть еще и ложные кисты. Это как бы такой мешочек у нее, там жидкость. Главное, чтобы не до воспаления, так как я знаю, что кисты не любят жару, не любят холод, перепады вот такие температуры. То есть надо бить, никакие сквозняков. Ну тут, как тут. Ну, в общем, пойдем узнаем, что к чему температура вполне возможная. Киста тоже дает. Вот, есть два способа удаления кисты. Путем разреза неба. Вот. И через нос, нет, не лазером, не лазером, через, наделю, как-то прокол. Вот, что-то так вот. То есть через сеннёбу разрезать, где киста. Это уж, конечно, более долгий процесс. А с другой стороны. Моя дочь поправилась. Если ей небо разрежет. Соответственно, уже покушать-то не так будет удобно. Значит, уже у нее будет супер-пупер диета. Понимаете, она похудеет. Ля-ля-ля. Какая-то, да, мама такая. Ладно. Она просто очень любит у меня шоколад, любит всякие вкусняшки. Сейчас у нас пост, слава богу. Но все равно же можно найти и заменить. Или горький шоколад, и всякое остальное тоже есть. И выпечка, и печенюшки, и постные. Ладно. С этим ладным. И вот этим, которые сейчас через ноздрю. То через несколько часов, уже отпуская домой, то все. Там уже такого ничего нет. И, соответственно, дочь моя ничего не хочет этого делать. Я ей говорю так. Ты сейчас не хочешь, ну давай встань на квоту. И к тому времени, я думаю, ты уже созреешь. Когда уже ее выделят. Соответственно, можно выбрать. Выберем также военно-медицинскую академию. Но посмотрим, что скажет лор в понедельник. Может быть, даже обратимся к тому лору, хирургу, к тому, который ей удалил, делал операцию. Консультируемся. Ну, посмотрим. Ну, в общем, вот так вот. Поэтому получается вполне возможно. То есть, как бы она росла. Я, конечно, не уверена, что киста дает температуру, пока растет. В общем, знаете, это такой темный лес. Вот температура. Ну, у нее бывало, что температуры нет. Проходила, а потом поднималась. Тут вообще 3-7 его. Все 7. Ну, знаете, как бы так. В общем, я не знаю. Это не горло. Проверяли мы. Это не горло. Горло все нормально. Там стрептокока нет уже. В общем, анализы у нас намного лучше. Но опять надо будет встать. В общем, знаете, честно скажу, терапевт наш ушел. Это вообще большая трагедия для нашего теления. Где она работала. Это все. Был супер-пупер профессионал. Теперь у нас там такой, что... Не приведи, Господи. Ни о чем. Ну, хорошо, что можно выбирать терапевта. Пойдем к другой женщине. Будем надеяться. Ну, в общем, ладно. На этом все. Спасибо за внимание. Если кому было интересно, Сокра. То есть, Прюша, Прю. Вот столько животных. И не сразу... Не сразу вспомню именно. У нас же у нас все хулигашки. Понимаете? Не то, что там кто-то один. У нас все хулиганы. Зауленька бывает моя старушеншая. Бывает иногда тоже похулиганить. Да, моя солнышка. Моя девочка любимая. Вот. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, что зашли на мой канал. Посмотрели. Всего самого доброго. Не болейте. Берегите свое здоровье. И... Постараться правильно питаться. Как я тут покупала... Вот, смотрите, болтушка, да? Покупала пряники имбирные с начинкой. Инжимы внутри. Очень вкусные. Они постные. Их можно кушать и в пост. Так, на стол-то нельзя. Вот. И она говорит, ой, ну... Печенушки, отдел печенушек, естественно, все это... Уже промелькалась за столько времени. И там продавщица одна и та же. И она такая, что уже съели? Я же килограмм покупаю. Я же, знаете, не то же, а там по чуть-чуть, а килограмм. А у меня в основном мушки идут, им очень нравятся эти прянички. Но я так это... Я говорю, ну, конечно, у меня муж, говорю, считайте, все и съел. На работу берет. А я, как бы, стараюсь сдерживать себя. Она, ой, какая вы молодец, ля-ля. Я говорю, подождите, ключевое слово стараюсь. Стараюсь. Ну, ну, да, правда, стараюсь, конечно, да. Но надо поменьше сладкого, поменьше и возраст, конечно, чтобы сахар не поднимался. Ника говорит, в душе 18. Когда? Спереди... Нет. Сзади пионерка, спереди пенсионерка. А это, как бы, вот так, что, знаете, в душе 18. А на деле... А, 6. На меня спрашивают, сколько мне лет. И я не сразу отвечаю, а я застопорнуюсь. Потому что я не чувствую себя на своем возрасте. Но также мы с сестрой, когда с сестрой эту тему обсуждаем, она говорит, это когда у нас дни рождения накануне, у нас эта тема наболевшая, что ела-пала. Вот уже год прибавился. Да не может быть, а как это так? Себя на столько лет не чувствуешь, не ощущаешь, понимаете? То есть... Почему говорят? Вот, как так я могу себя вести? Вы же взрослый человек. Да. Я взрослый человек, мне 46 лет. Но я себя не чувствую на 46 лет, понимаете? Слава богу, и у меня муж такой же. Он себя тоже на 46 лет не чувствует. Так, а сколько моему мужу? Моему мужу 45. Я его на полгода старше. Он тоже так же, как и я. Мы можем там подурачиться, порезвиться по... Знаете, как бы детский сад, штаны на лямках. Вот. И честно скажу, у меня подруги в основном все моложе. Потому что со своими ровесницами мне... Вот честно скажу, мне скучно. Почему? Потому что у них одни разговоры. Какие? Что-то где-то купить. Но это ладно, это бог с ним. Болячики, болезни. Не люблю я о них говорить. Не хочу я обсуждать. Да, понятно. Все мы сейчас здоровых людей нету. И, соответственно... Ну, вот сидеть, знаете, как, извините, там, бабулечка. Ну ладно, ну что делать? Бабулечки, да, наши любимые бабулечки. Сидят там, свои болячки, обсуждают. Ну, я не бабулечка. Я не хочу бабулечкой. Вот. То есть еще не скоро, не скоро я себя ощущу, очутю бабулечкой. Вот. И, соответственно, мне интереснее, и как вот, знаете, для меня, вот, наверное, вот, по-моему, по моей энергетике, у меня моложе подружки. У меня подружки 27 лет. Другой подружки 33 года. А еще одной 34. Вот. И, соответственно, все самые лужи. И, как-то, знаете, вот мы не говорим, мы встречаемся, у нас много разговоров для тем, у нас и интересные, одинаковые предпочтения в каких-то там увлечениях и музыке, еще в чем-то тоже более-менее. Вот. И поэтому, так все, на это все, не буду уходить, углубляться, даже мы больше можем болтать. Вы же знаете, как это, как мы с сестрой раньше звонили друг другу и болтали, болтали, болтаем. Она мне двоюродная сестра. Вот. Мы могли по два часа с ней болтать, сидеть, болтать, вот даже с детьми. Мы друг к дружке книжки показывали, вот так, ты видишь, да, там, описываешь, да, да, то есть вот это мне мама всегда очень поражала, сидела. Ну, такая он, бабушка. Вот. И так, все, я заканчиваю, я заканчиваю, все, давайте, до свидания, всем вам благ, всего самого наилучшего. Может, я что-то не сказала, что хотела сказать? Я же прыгаю. Как там, Мариночка Иванова мне очень нравится, которая с Италией. Скорее, мои мысли, мои скукуны, вот у меня то же самое. У меня мысль, но я еще это говорила, у меня уже мысль летит, уже другая на подходе, уже третья, знаете, там, уже все-все-все-все-все. А, та-та-та-та! Вот, поэтому так вот. Вот у меня жулечка моя, девочка любимая. Фу-фу-фу-фу, шерсть у меня все обдает. Всего вам доброго, самого наилучшего, здоровья, не болейте. До свидания! Продолжение следует...